Мой доклад посвящен дальнейшему обсуждению баллистических детекторов, о которых в начале сегодняшнего дня рассказывал Евгений Вячеславович Ильичев. Субтитры создавал DimaTorzok Основная идея баллистического детектирования была уже изложена. Я просто отмечу, что с фундаментальной точки зрения нашу задачу можно рассматривать как задачу о распространении солитоноподобной волны или просто солитона по нелинейной среде, по нелинейной среде однородной и по нелинейной среде с неоднородностью. Причем задачу анализировать можно в двух пределах. Можно анализировать в пределе так называемого длинного джессонского перехода, когда наша среда фактически непрерывна, а можно анализировать задачу в случае дискретной среды, то есть в случае джессонской передающей линии со создаточными контактами. Собственно, рассматривался баллистический детектор в обоих режимах, но особое внимание мы все-таки уделяли ситуации с джессонской передающей линией в последнее время. Самый главный результат, который в свое время успешно продемонстрировал Андрей Леонидович Панкратов, состоит в том, что распространяющееся по нашей нелинейной среде кратичное возбуждение является релитивистской частицей, и разгоняя эту частицу, мы можем уменьшать ее размер, увеличивать ее массу, и как средствие, увеличивая ее массу, мы можем ее делать менее чувствительной к флуктуации. Следовательно, уменьшать джиттер и увеличивать предельное разрешение рассматриваемого баллистического детектора. И одним из важных наших результатов за прошлые полугодия работы стояло в том, что удалось на основании такой квазиналитической модели, рассматривая уже дискретную структуру, рассматривая конкретный джессонский переход и его скачок из одного сверхпроводящего состояния и другой сверхпроводящего состояния, удалось показать, что и в данном случае работает похожая аналогия флаксон более высокий, более острый, в таком смысле более быстрый, более острый и более быстрый, менее подвержен лидеранию флуктуации. Я в результате останавливаться этой квазиналитической теории не буду, просто отмечу, что на ее основе удалось достаточно неплохо объяснять результаты численных экспериментов и важный мне результат удалось показать, что уменьшая стухание в системе, мы не только уменьшим энергоудимение, что весьма важно, когда мы используем метаболистическое детактирование для считывания сигналов, например, с квантовым битом, но одновременно мы при этом можем уменьшить уровень житера, то есть уменьшить уровень шумов в нашей системе. Далее, отмечу, что у дискретной системы, у джессонских передающей линии сосредоточенными элементами, есть своя специфика. В частности, энергия, заключенная в индуктивностях соединяющих переходы, здесь уже может быть достаточно велика. Другими словами, достаточно велик может быть барьер Павел Санабаров в такой системе. Это значит, что распространяющийся информационный флаксон может застревать, а двигаясь к вот этому характерному топу пиннерда сверху, мы получаем резкий рост, как видно на данном графике, резкий рост джитера в нашей системе. Но это не всё. Хотел бы обратить внимание, что рассматриваемая дискретная система, в ней соответствующие малые колебания обладают достаточно интересным законом дисперсии, который достаточно сильно отличается от закона дисперсии в непрерывной среде, а это означает, что в такой среде мы можем наблюдать так называемые членковские излучения. Ну вот как раз членковские излучения перед вами начинают разворачиваться. Более того, если мы сумеем разогнать наш исходный затравочный информационный флаксон достаточно затуховат, то есть если мы сделаем затухание в системе достаточно малым, а мы, как помним, хотели делать затухание в системе малым, то энергии, которую он сможет сбросить в членковское излучение, хватит на то, чтобы родить, вот здесь это уже сейчас отлично видно, родить дополнительные флаксоны в нашей системе. Мы можем перейти в так называемый режим running mode. Ладно, уже картинка ясна, я думаю, можно остановиться. Вот, к сожалению, вот этот самый переход в режим running mode, вот это рождение дополнительных флаксонов ведет к тому, что в системе еще дополнительно резко может нарастать джиттер. Ну, собственно, объяснить это, как оказалось, достаточно просто. Действительно, когда у меня происходит рождение дополнительного флаксона, переход в хвосте пробежавшего нашего исходного затравочного флаксона находится лишний раз около неустойчивого положения равновесия, а, как следствие, испытывает особое влияние со стороны флактуации. А, значит, выталкиваем им в этот момент ток в соседние переходы, в частности, тот переход, который перескакивает между состояниями, ну, как бы вот здесь, в нашем информационном флаксоне, вот этот выталкиваемый ток очень сильно шумит, ну, и, соответственно, джиттер у нас резко растет. Но я хотел бы обратить внимание на забавный момент. Если мы не рождаем в системе флаксоны с ритом, с большими топологическими зарядками, а сразу туда запускаем двух-, трёх-, четырёх квантовый салитон, то он может двигаться достаточно быстро, и, как видно вот из этих графиков, уже даже для случая салитон из двойных может получить достаточно серьёзный выигрыш в смысле джиттера. Ну, собственно, вот эти вот результаты были кратко нами изложены в прошедшем его вводе. Собственно, определённые продвижения удалось постичь и в деле подготовки к экспериментальному исследованию этих задач, но про это уже рассказывал Дмитрий Вячеславович. Я просто отмечу здесь страдко, что Леонид Ремин провёл первые тестирования разработанных нами схем. Оказалось, что джессоновские переходы не просто получились, а получились достаточно неплохо, получились с параметрами близкими к тем, что мы бы хотели, а разработанные Input и Out, которые совку блоки, более-менее работают в штатном режиме. Здесь необходимо дальнейшее исследование этой задачи. Мы, со своей стороны, желая ещё дальше продвинуться в деле сопряжения наших теорий с экспериментальными результатами, с экспериментом, перешли к рассмотрению уже задачи о распространении нашей волны, солидоноподобной волны, по неоднородной нелинейной среде. Потому что иначе мы никак не сможем описать более-менее подробно наш детектор, поскольку у нас в этой нелинейной среде заведомо есть неоднородность, связанная с присутствием измеряемого объекта. Давайте для простоты будем рассматривать вслед за работами Кирилла Федорова вот эту самую неоднородность как присутствие некого токового диполя. Это достаточно неплохо описывает то, что будет, когда мы начнём там измерять в кубик. И это более-менее неплохо описывает то, что мы реально заложили для обробных измерений вот в те самые чипы, которые Вячеславович здесь уже показывал. Вот так будут выглядеть эти диполи, которые мы должны будем считать. И тут мы понимаем, что эта любопытная с фундаментальной точки зрения задача имеет весьма нетривиальный прикладной результат. Дело в том, что только что я говорил следующее. Давайте что в непрерывной среде, что в дискретной среде разгонять получше мой фоксон, мой фоксон, и тогда на него будет слабо выглядеть ситуация. Но если мы его основательно разгоним, то на него снова будет влиять и измеряемый магнитный момент. Ну и вот представленные результаты для величины отклика, который вот в этой гиболистической схеме считывания даёт нам положительный или отрицательный токовый типоль, как раз вот это вот и показывает. Вроде бы в случае, когда у нас система нагнаш-солитон движется достаточно быстро, например, вот здесь, в этой области, когда токи питания более-менее велики, как раз величина отклика оказывается очень скромной. Но в этой же области, как мы видим, достаточно скромным окажется и G, то есть достаточно скромным оказывается циклами шума. То есть у нас получается любопытная комбинационная задача, которую, собственно, мы решили. Здесь представлены результаты решения для непрерывной структуры. Вот здесь мы уже представляем в отношении сигнал к шуму. Видно, что есть некая оптимальная область в области относительно малых токов питания, где нам и стоит попытаться работать. Собственно, вот эти вот токи питания, это то, что мы можем оптимизировать нашу экспериментальную установку. Но! Дальше выяснилась одна очень неприятная вещь. Вообще-то нам, чтобы лучше связаться с рассматриванием вот этим объектом, ну, например, с кубитом, вообще-то хорошо бы использовать систему с достаточно большой соединительной индуктивностью между элементами, дискретной системой, дискретную индуктивную предыдущую линию. Но! Как показывают вот эти вот результаты нашего расчёта, в этом случае мы не получим нормального отклика. В этом случае у нас и для положительного, и для отрицательного депоза, то есть для двух наших состояний кубит, которые мы хотим считать, отклик будет фактически одним и темным. В общем, понять это достаточно просто, потому что у нас в дискретной системе замедленный или ускоренный, неважно, флаксон очень быстро, фактически на размере одной ячейки, выходит опять на стационарный свой режим движения. Значит, мы получаем, уж извините за грубость, картину, когда по нашему детектирующему флаксону измеряемый объект пинает дважды. Сначала замедляя, например, потом ускоряя. Ну или сначала ускоряя, потом замедляя. И в случае большой соединительной индуктивности, в общем-то, результат, по большому счёту, получается, независящим от того, в какой последовательности происходят эти пинки. То есть положительный у нас, грубо говоря, круговой ток в кубитике или отрицательный. Ну так вот, эта неприятность подвигла нас на идею изменить, модифицировать классическую, ставшую уже классическую схему баллистического детектирования. Давайте возьмём исходный флаксон и с помощью схемы детектирования разделим его на две части. И получится так, что у нас вот этот вот измеряемый кубик будет пинать вот этот флаксон и вот этот флаксон по одному разу. Причём сразу обращаем внимание, что в этой системе мы получаем ещё один очень интересный выигрыш. Если у нас раньше реперная линия просто никакого вклада в отклик не давала, просто давала дополнительные шумы, потому что по ней, конечно же, в ней тоже существует ситуация, то здесь у нас фактически реперная линия также даёт вклад в сигнал. Ну и вот этот метод, мало того, что метод взаимодействия с монополиями я его сейчас буду обсуждать, мало того, что работает и для случая дискретных джасонских передающих линий, так он ещё и даёт достаточно существенный выигрыш в так называемом отношении сигнал-шум. Вот здесь уже представлено отношение сигнал-шум уже прямо для всей схемы детектора, где учитываются шумы и в рефересной линии, и в линии, которая, собственно, связана с измеряемым объектом. Ну и видно, что здесь мы, во-первых, можем работать в том числе и в области достаточно больших негативных сферас, и мы, кроме всего прочего, получаем очень слабый выигрыш в соотношении сигнал-шум при использовании нашей предложенной новой адвансов схемы реалистической критерии. Ну, собственно, здесь основные результаты нашей работы. Я, наверное, позволю себе не мучить вас и не зачитывать с листа. Ну и, собственно, план нашей работы на ближайшие полугодия, где основная, конечно, задача – это измерение и сопряжение наших расчетов с измерениями. Ну, собственно, появились еще дополнительные забавные идеи, как можно случиться в новой сейчас работы как раз с обратильными вычислениями и с жессоновскими элементами памяти. Вот как раз на основе разработанных теорий некий дополнительный бонус. Кое-что у нас получается. Ну, как получится. Не совсем кое-что. Да, очень. Спасибо.